мир божий добро пожаловать на изучение уроков субботней школы сегодня мы пройдем с вами урок 5 дорогие зрители под названием блажение давать нежели принимать и заглавный стих говорит нам господь же сказал то верный благоразумный домоправитель которого господин поставил над слугами своими раздавать им свое время в меру хлеба блажен раб тот которого господин его придя найдет поступающим так истинно говорю вам что над всем имением своим поставит его эта притча была рассказана иисусом христом и вопрос примечаний говорит нам помимо всех этих систематических и регулярных пожертвований были еще особые нужды требовавшие добровольных пожертвований например на строительство скинии в пустыне и сооружение храма в иерусалиме бог наложил на людей эти повинности для их же благо и для того чтобы поддерживать свое дело на земле и так блажение давать нежели принимать посмотрим изучая этот урок действительно ли это так и постараемся разобраться с этими вопросами с гостем нашей студии роберт здравствуйте привет итак первый вопрос говорят говорит нам о том что трудясь под проклятием агей описывает историю израильского народа относительно того как они строили храм что произошло суде с иудеями в этот период и как какими управителями они показались нам да то есть в определенный момент людей приходит к такому выводу что еще не пришло время строите храм и то есть господь через пророка геи спрашивает их а вам самим время жить в домах ваших украшенных тогда как дом сей запустение и действительно то есть на протяжении всех стихов просле прослеживается вот эта мысль что трудясь под проклятием потому что народ сел много собирал мало я но не насыщался этим и пишет что посему-то небо заключилась не дает вам росы земля не дает своих произведений и также господь как бы дает какой-то можно сказать выход из этой ситуации он говорит обратите сердца ваши на пути ваши и посмотрите как жить с этим дальше да если вы хотите лучшего то необходимо больше вкладывать в работу божью пункт б говорит нам как бог рассматривает удержание десятин и приношений и каковы результаты этого и почему это оканчивается проклятием вопрос длинный разделим его на первые на несколько вопросов как бог рассматривает удержание 10 на приношении в исходе коротко ясно нам написано что это воровство то есть это нарушение заповеди не краде и также в малахии нам строчка говорит что может ли можно ли человеку обкрадывать бога а вы обкрадываете меня то есть четко ясно нам показано то что принадлежит богу мы ни в коем случае не имеем права использовать как-то для себя то есть это кража по отношению господа и каковы результаты этого как результат вы из примечания нам говорится что я видела что некоторые люди могут и не понести убытков напоминающим о нерадивом исполнении долга но последствия их положение может стать еще более безнадежным господь в любом случае накажет того кто кто этим занимается кто это делает и также еще строчка из примечания говорит нам что люди эгоистично удерживающие свои средства не должны удивляться тому что божья рука рассеивает их и также можем как-то переставить это на наш современный лад жизни то есть если мы где-то работаем и работодатель задерживает нам зарплату приятно нам от этого становится конечно же нет мы как-то рассчитываем на эти финансы нам нужно содержать семью закрыть какие-то свои долги то же самое происходит и здесь если мы обкратываем бога эти деньги не могут идти дальше для его работы благодарность что необходимо для того чтобы произвести какие-то перемены также нам еще раз говорит пророка гея что обратите сердца ваши на пути ваши и также из малахии можно подчеркнуть для себя что обратитесь ко мне я обращусь к вам говорит господь то есть еще раз мы сначала сознаем что мы неправы то есть приходим к этому и после того чтобы что-то появились какие-то перемены мы должны сами делать какой-то для этого шаг после чего господь также сделает навстречу нам шаги то есть осознание того что мы на ложном пути и что нам необходимо эта перемена приведет нас к тому что мы обратимся к господу для решения этого вопроса второй вопрос говорит весь или и пророк или я своей жизни столкнулся с интересными событиями давайте про исследуем и посмотрим почему нам необходимо изучать жизнь или и чему мы из этого можем научиться да из малахи нам говорится о том что или а был тем пророком который был послан для того чтобы обратил сердца отцов к детям из сердца детей к отцам их чтобы я придя не поразил земли проклятием и также короткое примечание на говорит что готовящий путь для второго пришествия христа представлены в образе верного ильи так же как и и он в духе или готовил путь для первого пришествия христа как бы сегодня мы знаем что или давно уже нету иоанна давно уже нету и эта работа лежит уже на нас то есть мы четко понимаем истина которая нам открыта и также должны поделиться с ней с другими людьми для того чтобы приготовить их ко второму пришествию христа уже ко второму пришли почему отдавать является важной частью животворной вести которую мы несем людям здесь нам также примерно на скажем так история жизни или не о том когда был голод когда была засуха нечего было кушать илья пришел вдове которая то что имела последний отдала для или не стоит отметить что люди как бы сами по себе это эгоистичные натуры то есть мы в первую очередь всегда думаем о том чтобы нам было хорошо чтобы нам было что кушать по что одеться из примечания также подчеркивается эта мысль что более сильного испытания ее веры нельзя было и требовать то есть можем представить на то насколько нужно было довериться богу для того чтобы отдать последние для ильи и то есть тем самым если мы действительно что-то отдаем возможно иногда в убыток себе как-то то есть мы там чего-то можем лишь лишиться в итоге но тем самым мы убиваем свой эгоизм и доказываем что доверяем все-таки богу а не надеемся на свои силы да ведь у этой вдовы был сын маленький она могла бы сказать извини у меня есть сын мне необходимо его прокормить несмотря на это она доверилась полностью в руки божии и совершила этот акт благотворительности по отношению к пророку почему бог дает имущество людям различных сословий включая и даже бедных хочу начать с мысль что господь ни в коем случае не осуждает богатство не говорит что это плохо в луки нам описывается о том когда они наблюдали в храме кто сколько приносил богатство то есть были разные люди были богаты которые приносили много и можно сказать что было и вот вдова которая принесла по человеческим мерам мало но на самом деле принесла все что имела поэтому господь и очень предупреждает на что мы правильно руководили теми богатствами которые мы имеем это может быть не только какие-то финансы в примечании нам пишет что это также время физические силы какие-то возможности все это господь нам дает и поэтому в конце мы понесем за это какие-то какую-то ответственность хочу также привести в пример один брат когда-то рассказывал что во время того как собирались пожертвования он случайно поставил в корзину 100 лей и он посмотрел в кошелек что он хотел поставить 10 лей а поставил 100 и во время перерыва он подходит к кассиру и извиняется говорит можно я заберу свои 100 лей потому что я хотел поставить 10 и на что кассир ответил что да не проблема я верну тебе твои 100 лей ты поставишь 10 потому что когда ты ставил 100 думаешь ты ставишь 10 господь так и записал что ты вот хотел поставить 10 или неважно как бы какую сумму ты в итоге поставил важно то с какого-то желания это сделал хорошо то есть насколько мы щедры с господом настолько щедры будут божьи благословения по отношению к нам происходит ли вообще отмена этого проклятия то есть есть ли какой-то смысл в том чтобы лишиться этого проклятия если способ чтобы отменить проклятие которое дает господь если мы не благотворительны по отношению к его работе до в малахии нам описано что принесите все десятины в дом хранилище и в этом испытайте меня говорит господь слов не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка то есть мы всегда должны помнить о том что господь не злопамятен то есть он всегда нам желает добра и всегда идет нам навстречу только когда мы осознаем и также делаем к нему какие-то шаги и также из примечания на нам здесь очень много описывается о том что когда до людей доходило вот это осознание что да они были неправильны они полностью меняли свою жизнь они начали приносить все пожертвования которые обязаны были принести когда-то и каким будет результат если десятины пойдут не туда куда они должны идти то есть мы знаем что десятина имеет определенную роль в работе божией что бывает тогда когда она не идет идет по ней не по назначению да еще во время израильтян то есть был такой момент у них что не приносились части левитом как результат каждый левит разбежался на свое поле потому что ему нужно было как-то себя содержать и поэтому ни в коем случае не должны как-то руководствоваться финансами которые принадлежат богу потому что они не наши также из примечания нам говорится здесь что есть у нас есть какие-то подозрения что это что эти финансы идут не туда куда нужно пишет что нужно с мудростью обратиться в нужное место то есть правильно это все предоставить потому что в конечном итоге вот этим нашим протестом тем что мы не даем эти финансы мы можем сами оказаться виновными в том что препятствуем работе божьей то есть главный результат работы божьей остановится и тогда не сможет весть которую должны нести служителя дойти до людей которые в этом очень нуждаются следующий вопрос говорит что есть какие-то кладовые и за них были ответственные люди во время израильского народа период истории израиля что такое эти кладовые кто был за них ответственно да то есть когда-то люди приносили не только какие-то финансовые средства из стихов напишет что и всей деле стали приносить десятины хлеба вина и масла в кладовые и пристал я кладовым чем милю священника и садока книжника и фида из левитов и так далее то есть есть такой был какой-то список людей которые занимались что важно подметить здесь пишет что и на них возможно раздавать части братьям своим и выше здесь пишет что они считались верными то есть это были люди которые постав были поставлены над этими кладовыми над этими хранилищами чтобы все что приносится для бога как бы оттуда уже шел учет дальше кому что принадлежит из из примечаем также нам говорится что в его сокровищницу приносились эти дары для поддержания евангельской работе работы в их труде то есть левиты которые должны были служить народу они должны были откуда-то кормиться очень интересный момент подмечается что именно левиты не имели никакого наследия никакой земли в хананской земле и поэтому они должны были служа народу питаться тем что народ приносит для господа скинью его собственность звучит четвертый вопрос и пункт она спрашивает как мы можем увидеть в принципе жертвование знак признание божьего права собственности в саду эдемском да то есть еще в эдемском саду можно сказать был такой прообраз того что принадлежит богу от него запрещено было вкушать это было дерево познание добра и зла от которого нельзя было вкушать и также из примечания нам это подтверждается что и дерево бог сохранил как постоянное напоминание о том что она является собственным что он является собственником всего и знаете это также натолкнул мне на такую мысль что змеи в какой-то мире можно сказать ничем не обманул его то есть он сказал что для того как был день когда в курс лифку вкусите с этого дерева станете подобно богам то есть так и было то что это дерево было предназначено только для бога они не имели права от него в кусать и в какой-то такой мере то есть такой хитростью змей обольстил еву была уловка только всего лишь то есть господь является собственником всего и именно осознание этого подтолкнет нас наверняка к тому чтобы мы отдавали ему не то чтобы его часть а даже все то что принадлежит нам мы должны рассматривать как принадлежащие господу для кого была отделена десятина и почему на то есть немножко мы уже задели этот вопрос опять же из истории за рельсиан мы знаем что священником левитом всему колену левину не было части и и удела в израиле и они должны были питаться жертвами господа и его частью то есть это та самая десятина она должна была использоваться лишь для поддержания служения и также строчка из примечания нам говорит что ее надо дать ему как его собственность она свята и должна быть использована для святых целей для поддержания тех кто несет есть спасение во все уголки мира то есть на протяжении всего этого урока нам это постоянно как бы можно сказать не то чтобы повторяется она вот действительно как бы урок старается что мы закрепили это в своем уме что ни в коем случае не использовать десятину на какое-то свое усмотрение может быть или что нам кажется так правильно четко ясно сказано для чего она для чего должна быть использована десятина и ни в коем случае не менять этот стандарт как бы то что принадлежит бога забирать у него то есть мы как бы не приходим кому-то в доме говорим я вот возьму твои деньги куплю как бы тебе какие-то продукты или куплю себе какие-то продукты то есть это чужой это не принадлежащие нам вообще следующий вопрос говорит нам о том что служение это один из вариантов давать на кто должен был находиться при левитах когда они принимали десятину да также мне именно такая историческая можно сказать справка пишет что находился священник сын арона чтобы левиты десятину своих десятин отвозили в дом бога нашего то есть опять же войти в комнаты для кладовой также вопросе бы мы чуть-чуть поподробнее разберем что здесь говорится что должны были левиты дело с десятинами для того чтобы обеспечить священников да то есть как бы левиты и священники они не имели никакого дела но тем не менее из чего-то нужно было содержать себя и вот как здесь говорится в числах то что левиты должны были возносить из возношения господу то есть десятину из десятин как бы получается что от всего народа собиралась десятина из которой содержали себя левиты а потом из этой десятины получается шло уже дальше священникам то есть они получается получили свою плату и из этой платы должны были тоже отделить десятую часть для господа потому что она свята как этот принцип применим христианской эре бог сегодня такой же как тысячу лет назад как и вчера то есть ничего не поменялось сегодня то же самое все что мы получаем мы обязаны десятую часть отдать для бога и каким будет результат если мы верно будем это соблюдать если мы будем верно соблюдать то и естественно будут расширяться поля то есть будет больше служителей будет откуда их содержать и в конце концов весь может дойти до всех концов земли мне очень понравилось как говорит павел каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением ибо до добра охотно дающего любит бог интересно то есть если мы будем делать это только потому что понимаем что так должно быть этого недостаточно или это не принесет нам никакой пользы наверное да как в том примере что ты привел то есть мы должны делать это добро охотно для того чтобы господь был прославлен и чтобы отдать то что принадлежит принадлежит господу пусть господь будет прославлен через эти слова и дорогие зрители если вы до сих пор размышляете над этим вопросом знаете господь имеет определенное в нашей жизни и все что мы имеем принадлежит ему давайте отдадим ему должное и будем на этой неделе рассматривать этот вопрос для того чтобы приобщиться к его делу и в дальнейшем до скорых встреч